телеканал крт представляет однако в историю он вошел виде писистрата мне на почту прислали фотографию порошенко из константинополя так вот писистрат это порошенко или порошенко это писистрат потому что князем владимиром он не стал когда-то в 6 веке до нашей эры в афинах древней греции появился некий господин тиран он захватил власть в республике то есть ничего не напоминает захватил власть республики звали его писистрат значит афиняне посмотрели что жить под властью этого писистрата им стало хуже он им рассказывал про армию мову веру однако виноград не рос по счету дишу зараз принципе маслины не давились до афиняне подняли восстание и выгнали писистрата из афин тогда что он решил сделать он взял красивую молодую девушку невысокого роста а нарядил ее в очень дорогую одежду посадил ее на золотую колесницу и вместе с ней приехал в город сказал что это богиня афина и вот а богиня афина вот эта девочка которая играла богини афина говорит я повелеваю вам чтобы писистрат вами правил и они сказали ну блин богиня приехала сама и оставили писистрата ненадолго потом они его снова свергли поэтому вот порошенко на выборы пошел таким себе писистратом и народ украины отправил его в политический утиль в итоге смотрите да что такое православие для украины и почему порошенко решил разыграть эту карту ясное дело что политика экономическая военная европейской интеграции у него провалилась хоть и мы подписали документ под названием ассоциация с евросоюзом даже повывешивали европейские флаги везде где только можно мы все бачили и наследки да действительно не утешительное вот если мы обратим внимание на график то мы четко видим что 73 процента с хвостиком определяет себя как православными то есть это огромная часть украины этот график я взял и еще по моменту когда мы контролировали крым и донбасс потому что это очень важно поскольку крым и донбасс является тоже православными и отторжение там томосная и прочее этих территорий обзывает церкви по национальному признаку очень серьезно влияет и на раскол внутри украины поэтому порошенко тоже посмотрел на этот график его товарищи думают а давайте-ка мы что-то учудим на поле религиозном он прекрасно понимал что эти семьдесят три процента вот сравните с количеством голосов полученных за зеленского он прекрасно понимал что он проваливается ему надо было закрепиться на маргинальном поле чтобы как минимум сохранить какую-то фракцию и имущество и тогда он решил объявить по сути здесь стране церковную войну как нам вообще измерить количество верующих вот мы можем считать верующих по приходам по общинам почему потому что че никто нет такого учета переписи верующих правильно церковная община минимум состоит всегда из десяти человек может состоять и больше но для того чтобы ее зарегистрировать нужно 10 человек и если мы увидим на количество церковных общин и учреждений мы понимаем что украинская православная церковь ту которую на которую вешают ярлык московского патриархата она однако она такой не является поскольку абсолютно независима от московского патриархата и у нас здесь создана киевская метрополия она независима еще с начала 90-х годов плюс были еще изменения в устав она является просто украинская православная церковь данная церковь является каноническая признанная всеми автокефальными церквями а по миру вот она является самой крупной есть церковь и которая называется называлась украинская православная церковь киевская патриархат эта церковь была создана господином филаретом он был соответственно монахом он руководил киевской митрополии в свое время в составе да да в составе украинской православной церкви однако проиграл выборы в москве и не стал патриархом киевским патриархом московскими всей руси и я так понял пользуясь гордыней а гордыня грех у нас смертный не решил играя на националистических настроениях начала 90-х создать так называемый киевский патриархат почему так называемый поскольку он нигде никем никогда не был признан пытаясь сделать из у пц киевского патриархата из вот этой вот псевдо религиозной организации однако псевдо православной еще ющенко привозил сюда варфоломея памятную даже монету выпускал где красивый ющенко и маленький скукоженный варфоломей со свечкой стоят проводил тогда переговоры как мне сообщили люди в киевском патриархате денисенко тогда настоял чтобы он возглавил церковь однако варфоломей но все-таки имея определенную совесть и понимание канонических правил сказал нет но я так разумею тоди вон еще была ся стоясь али все ж таки коли порошенко так разумею приїхав розраховуватись азотомус совесть кудись знила однако денисенко однако денисенко они так и не назначили здесь руководителем а как ни крути и вот тогда порошенко подумал количество приходов хорошо власть у меня из б.у. все есть у меня есть здесь структура на которую я могу опираться давайте-ка я войду в историю неким князем владимиром меня запит да сейчас насчет истории да то есть я привезу сюда на церковном как бы колеснице с томосом весь в парче въеду в историю и создам украинскую церковь отобрав приходы у упц потому что они же не создают новые храмы строят они пошли по старой бандеровской традиции отобрать приходы а 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 Продолжение следует...